Они не смотрят фильмы про супергероев. Их рабочие будни интереснее любого остросюжетного боевика. Сотрудники СОБР, управление Росгвардии по Ивановской области, подразделение закрытое. Нельзя называть расположение их базы и фамилии бойцов. Запрещено показывать лица. Но обо всем остальном сотрудники спецподразделения готовы рассказать нам без утайки. СОБР, мускулы полиции, силовая поддержка правоохранителей в самых сложных и опасных оперативных мероприятиях. Когда есть угроза жизням людей, вызывают этот спецотряд. Лучше преступникам не оказываться на пути этих парней в масках. СОБР попадают только наиболее подготовленные сотрудники. Мы никого не берем с улицы. Мы берем только действующих сотрудников, которые уже прошли первоначальную подготовку в определенных структурах. Особое внимание уделяем на физическое состояние и морально-фагическую устойчивость, как я уже говорил. И наши сотрудники, в основном костяк отряда, это 10 и более лет послужившие в СОБРе, которые побывали на первой, второй чешских компаниях. Рабочий день СОБРовцев начинается в спортивном зале. Все бойцы в совершенстве владеют навыками рукопашного боя. Тренировки занимают до 4 часов в день. Опытные сотрудники на вопрос, насколько важна в их деле физическая подготовка, не задумываясь, отвечают. Настолько, насколько он хочет жить, по большому счету. Задержать без единого выстрела – вот идеальная спецоперация. Но это не всегда возможно. По случаях это яростное сопротивление преступников, но вооружение отряда – целый арсенал. Пистолет Макарова проверенный, безотказный, хоть и не очень мощный, но бьет куда нужно. Ярыгин, пистолет Ярыгина. Новый аппарат. Еще недостаточно испытан, но вроде бы неплох. Вот эта машина. СР-1. Он же «Вектор». Он же «Гюрза». Экспортное название. Очень мощный пистолет. На вооружении спецотряды есть и более серьезные мужские игрушки. Автомат Калашникова. Новая модификация. АК-105. С вновь поступившими апгрейдами. Это коллиматорный прицел, рукоятка, удобство удержания, да? И фонарик с лазерным целеуказателем. О, пожалуйста. И, конечно, боец сам должен быть надежно защищен от бандитской пули. Для этих целей создано так называемое «изделие-забор». Изделие-забор применяется в спецоперациях при вхождении в помещение, в котором находятся вооруженные преступники. Выдерживает выстрел из пулемета Калашникова с 5 метров. Не пробивается. Весит эта штука порядка 50 килограммов. Не самая удобная в бою, зато при грамотном обращении боец защищен на все 100. Есть и мобильная версия защиты, гораздо компактнее изделия «Штурм». Щит пулезащитный, третий класс защиты. Защищает от выстрелов из пистолета Макарова. 26 февраля у Ивановского СОБРа день рождения. Первый в составе Росгвардии. Приказ об его образовании был вызван 26 февраля 1993 года. После этого был назначен командир СОБРа, первый Марчев Сан Саныч, полковник милиции и тогда еще. И он начал подбирать наиболее подготовленных сотрудников из числа сотрудников милиции для службы в отряде. И, конечно, День защитника Отечества. Несомненно, их праздник. На страже порядка и безопасности ивановцев эти росгвардейцы 24 часа. Потому отпраздновать, конечно, не получится. Ответственный СОБР, слушали? Все понял, так точно, есть. Внимание, сотрудникам СОБР срочно на выезд. Вот и наш репортаж с секретной базы СОБРа Росгвардии завершился стремительно. Отряд умчался на вызов. Бороться с преступностью, защищать город. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.